Я по образованию физик и профессионально занимался использованием лазеров в различных областях техники, включая военную. Однако с 1990 года я работал в другой программе, программе восстановления стратегически важных предприятий и приспосабливания их к новым условиям. Но это было очень непростым делом, но позволило мне довольно много узнать про российскую промышленность самых разных отраслей, в том числе и про разные отрасли военной промышленности. Ну и не только российскую промышленность, пришлось узнать, приходилось бывать и в других странах, США, Германии, скандинавских странах, ну много где приходилось бывать. Вот и поэтому, когда в 2014-2015 году началась фактическая война с Украиной, Крым наш и все остальное, зная структуру нашей оборонной промышленности, я пришел в ужас и написал для новой газеты статью, которая называлась «Так кто из нас за сильную Россию?», где попытался объяснить, какие угрозы представлял до российской стороны полный разрыв с украинской частью советского ВПК. А в украинской части советского ВПК было стука предприятию, что вы себе даже представить не можете. Хочу, правда, сразу же пояснить, что все мои выводы базируются на открытых источниках информации. Я не раскрываю никаких государственных тайн. Так вот, после вот этого вот события было поставлено под угрозу обслуживание самых мощных российских ракет. Это Р-36М2, которые конструировались и производились в КБ Янгеля на Украине. Это КБ Южное, производились на заводе «Южмаш». Это то, что Америка знает как ракеты «Сатана». Эти ракеты на сегодняшний день отстояли более четырех гарантийных сроков на боевом дежурстве. И в обслуживании, вообще-то говоря, очень нуждаются. На Украине конструировалась и производилась и сама ракета, и ее система управления. Вторая по мощности российская ракета, УР-100Н УТТХ, улучшенная тактико-техническая характеристика, которая на Западе известна как «Стилет», создавалась в российском КБ «Челомея». Сейчас это НПО «Машиностроение». С обслуживанием ситуация лучше, поскольку это российское предприятие. Но она тоже отстояла более четырех гарантийных сроков. На Украине производилась, однако, система управления этой ракетой. Это было в НПО «Электроприбор» в Харькове. Ну и вы сами понимаете, что после 2015 года вся техническая документация по ракете «Сатана» и вся техническая документация по системе управления ракетой «Стилет» не позднее, чем в 2015 году, почти наверняка оказалась на столе у экспертов «Пентагона». Со всеми подробностями и со всеми уязвимостями этих ракет. Ну и по мелочи двигатели для крылатых ракет Ха-55, которые стоят на тяжелых бомбардировщиках, это тоже часть ядерной триады, производило запорожское объединение «Моторсич» и многое другое. Например, двигатели для боевых вертолетов, которые они, оказывается, поставляли в Россию аж до сегодняшнего дня. Я недавно прочитал, что там СБУ украинская арестовала директора завода. Он поставлял эти двигатели в Россию то ли через Иран, то ли через какую-то другую. Страну, то есть вы представляете себе степень этого сотрудничества. Но это все, разумеется, понималось руководством России и была начата программа замещения. Однако российский ОПК на настоящее время – это далеко не ОПК СССР. В нем огромные кадровые проблемы, очень плохое управление. Ну, журналист Рогозин до недавнего времени был во главе Роскосмоса. Ну, сами понимаете, что из этого происходило. Ну и, как и везде в России, тотальная коррупция. Засекреченные деньги воровать легче. Ну, пример — это космодром Восточный. Вы, наверное, многое слышали об этом. Для замены наших тяжелых ракет, вот этих ракет «Сатана», «Стилет», несущих основную часть ядерных зарядов и выходящих в тираж, была запущена программа по разработке тяжелой ракеты «Сармат». Однако на сегодняшний день ситуация с ракетой «Сармат» такова. Ну, я просто приведу последовательность событий. Ну, сначала разработка нового тяжелого комплекса была поручена КБ «Макеева». Сейчас это ГРЦ имени «Макеева». Это КБ не имеет опыт разработки тяжелых жидкостных ракет и вообще ракет наземного базирования. Они имеют хороший опыт разработки ракет подводного базирования, что они одно и то же. Ну, знаете, в моё время флотские ёрничали, что Королёв работает на ТАСС, Челомей на унитаз, а Макеев на НАСС. Ну, это была, разумеется, ведомственная бравада КБ Владимира Николаевича Челомея работала отнюдь не на унитаз, а на ракеты наземного базирования. И на вполне достойной ракеты наземного базирования. Была это вполне достойной организацией. Но почему-то вот при этой разработке его обошли. Хотя это была его прямая, в общем-то, сфера компетенции. Я не понимаю. Ну и, вероятно, в результате такого решения первое бросковое испытание, а это просто выброс из шахты весогабаритного макета ракеты «Сармат», проверка миномётной системы старта, были они произведены только в 2019 году. А первый и единственный пуск «Сармата» состоялся, опять же, согласно открытым источникам, 20 апреля 2022 года. А для постановки ракеты на производство и на вооружение проводится, как правило, не менее 10 испытательных пусков. Ну, а дальше, в общем, совсем грустно. 21 июня сего года наш верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин объявил, что ракетный комплекс «Сармат» встанет на боевое дежурство в конце 2022 года. Ну, после этого, 25 июня, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о том, что предприятия Роскосмоса приступили к серийному производству межконтинентальных балитических ракет «Сармат». Зачем где-то через пару месяцев сообщалось, что замминистра обороны России Криворучка и директор государственного ракетного центра имени Макеева Дегтярь во вторник, 16 августа, подписали контракт на постановку у Минобороны новейших межконтинентальных баллистических ракет «Сармат». Я цитирую. Ну, видимо, в июне в Роскосмосе приступили к серийному производству заранее, не дожидаясь контракта с Минобороны. Начальник сказал, что к концу года на боевое дежурство надо спешить, наверное, поэтому. Ну и, наконец, что называется, вишенка на торте. Главный конструктор Каба Макеева Дегтярь обещал продемонстрировать американцам «Сармат» в рамках договора СНВ-3 до 20 февраля 2024 года. Мне почему-то кажется, что в нынешней обстановке это просто доклад американцам о том, что до 2024 года демонстрировать нечего. Ну и таким образом, по тяжелым ракетам Россия оказалась сейчас в классическом периоде перевооружения. Когда старое вооружение уже вышло в тираж, разработка и принятие на вооружение нового еще не закончились. Понимаете, любое вменяемое правительство в этот период сидит очень тихо и не ходит воевать в соседние страны. Ну, если это вменяемое правительство. Ну, я не знаю. Стоит дальше, я могу еще рассказать про, что называется... На самом деле, я хотел бы, чтобы вы порассуждали вот угрозы о возможном применении ядерного оружия, что вот российские власти, там, Лавров, Медведев и прочие постоянно говорят о том, что мы хотим, но если что, мы можем. А о чем они говорят? То есть, что они могут применять и насколько это серьезно? Давайте тогда дальше чуть-чуть продолжу и озвучу свои выводы, потому что то, что они говорят и то, что они делают, это такие пляски над пропастью, что вы даже не представляете себе, в общем, насколько это так. Если можно, я просто сформулирую те выводы, которые происходят из моего анализа. Ну, давайте сразу же скажем, это вопрос очень серьезный. Мой анализ базируется на открытых источниках, и он может быть неполным. Но, в общем-то, из него следует, что ситуации гарантированного взаимного уничтожения, которая эффективно удерживала сторону от ядерной войны в течение длительного времени, вы знаете, что просто люди понимали, что вот они запустят ракеты, им запустят обратно, и все умрем. Но не имеет смысла при этом воевать. Вот. Но вот этой ситуации с высокой степенью вероятности больше не существует. Если, не дай бог, начнется полномасштабная ядерная война, то, во-первых, российская военная инфраструктура, скорее всего, будет уничтожена практически полностью. Гражданские объекты подвергнутся значительному разрушению. Европейская военная структура и гражданские объекты тоже могут подвергнуться значительному разрушению. Разрушение американской военной инфраструктуры и американская территория не будут носить критического характера. Но, опять же, я не хочу брать на себя лишнего, я не могу утверждать это безапелляционно. Но американцы знают гораздо больше меня. И у них на столе полная документация по нашим тяжелым ракетам, которой у меня нет. И если вот те выводы, которые я сделал на основании открытых источников, они верны, то они знают об этом наверняка. И тогда принятие ими решения о начале ядерной войны будет базироваться уже не на доктрине, гарантированном взаимного уничтожения, а на понимании возможности выиграть ядерную войну. Первыми они её никогда не начнут даже в этом случае. Потому что в любом случае какая-то ракета, та же сатана, несмотря на мои пророчества, может долететь до Вашингтона и наделать там такого, что ни избирателей, ни одному правительству такого просто не простят. Никогда. Но если наше руководство начнёт бросаться ядерным оружием во все стороны и продолжит заниматься тем, чем занимаются сейчас, то я не могу поручиться за американскую реакцию. Знаете, как хирурги говорят, резко не дожидаясь спиритонита. Это может вполне произойти по такому сценарию. Понимаете, вот серьёзные люди. Сегодня у меня друг, профессор одного из английских университетов, он занимался профессионально, в общем-то, историей Карибского кризиса. У него есть хорошие статьи на эту тему. Он сейчас говорит, что сейчас ситуация хуже и опаснее, чем в Карибском кризисе. Ну и вот недавно вышла статья, по-моему, Радченко и Нина Хрущёва на эту тему, в которой говорится то же самое. Есть много, что называется, факторов, которые позволяют бы, ну, из-за которых надо серьёзно напрячься. Вот такая сейчас ситуация. Ну, задавайте вопросы. Здесь интересно. Вот вы упомянули Карибский кризис, но там, как мне кажется, было несколько факторов. Первый — это то, что Хрущёв и Кеннеди, они видели войну, и они всё-таки хотели договориться, по крайней мере, так говорят многие исследователи. Второй фактор, что всё-таки Карибский кризис длился всего 13 дней, и они смогли договориться за достаточно короткий срок. Мы видим, что ситуация в Украине и риторика вокруг ядерного оружия и возможности применения ядерного оружия длится уже месяцами. То есть фактически с начала войны Путин заявил о приведении в боевую готовность сил сдерживания, и дальше началась уже риторика о возможности ядерной войны. Вот как далеко мы зашли всё-таки, как вы считаете, вот в этом сегодня? Ну, мы зашли настолько, что, например, ну вот, я знаю из одного источника, он, правда, не очень надёжный, но открытый, что якобы за последние две недели в России было проведено 7 ядерных испытаний, в основном все неудачные. То есть, как я понимаю, тестировались какие-то боеголовки, возможно, тактические. Ну, если это правда, я не знаю, правда это или нет, я там со свечкой не стоял. Вот. Ну, а что касается риторики, то, понимаете, у меня такое ощущение, что сейчас ситуация такая же, как была с генералом беседой и пятым управлением, пятой службой, извините, ФСБ. Вы знаете эту ситуацию, да? Да, его там задержали или арестовали, там такая сложная история. Нет, но то, что задержали и арестовали, это уже постфактум. А факт-то заключался в том, что эти ребята докладывали Путину о том, что там всё прекрасно, что украинцы встретят российскую армию с святами и салом. И, в общем-то, именно на этом докладе и базировалось, в общем-то, решение начать войну, которая... Понимаете, я, когда ожидал того, что случится, я ни сном, ни духом не предполагал, что такое можно сделать. Потому что это претворечит всей логике, военной, стратегической, в общем, чему угодно. И тем не менее это произошло. Так вот, у меня такое ощущение, понимаете, я просто знаю, как... Знаю немножко механизмы принятия решения во власти, я знаю, что начальству, как правило, то, что оно не хочет слышать, докладывать стараются не докладывать. То есть люди себя берегут. И у меня такое ощущение, что просто вот про ту ситуацию, которую я вам описал, никто наверх не докладывает. Они считают, что у них всё хорошо, и что они могут кидаться во все стороны угрозами применения тактического ядерного оружия, базируясь на доктрине гарантированного взаимного уничтожения. И что американцы не будут вообще ничего серьёзного делать, потому что будут бояться того, что вот все умрём. А если не все умрём? Вот, кстати, по поводу ядерной зимы, по поводу тех исследований, там, кстати, Карл Саган принимал в них в своё время участие. Как я понимаю, это уже опровергается, даже в случае, если выпустят ракеты, стратегически, если будет обмен, взаимный обмен ядерными ударами, всё-таки это не приведёт к концу человечества, я так понимаю. Ну вот, в настоящем случае это не приведёт к концу человечества, по крайней мере, на американском континенте. Но если верить, опять же, моим расчётам, я опять же говорю вам, что это слишком серьёзный вопрос, чтобы безаперационно что-то утверждать. Но, как бы, в общем, получается, что нет, то есть там всё останется. Ну, понимаете, вот такая вот мелкая деталь. Извините, я уже войду ещё в подробности. У американцев основная часть ядерных зарядов сосредоточена на подводных лодках. Это «Огайо», ракета «Трайден-2». И чтобы противодействовать этим лодкам, нам нужно стрелять не по американской территории, нам нужно стрелять по просторам Мирового океана. Как вы понимаете, это многое меняет. Ну, просто мелкая деталь, это можно подробно всё разбирать, но, тем не менее, в общем-то, я полагаю, что вот если начнётся ядерная война, то, ну, скажем так, вот то, что Россия будет уничтожена, у меня сомнений нет. То, что Европа очень сильно пострадает, у меня тоже сомнений нет, потому что, опять же, ракет, ну, радиуса действия до 5000 километров у нас достаточно. И по европейским центрам ядерного базирования, поэтому всему нанести удар можно достаточно элементарно. А вот что касается американской территории, ну, это вопрос очень непростой. Понимаете, у нас... Господи, ну, вы знаете, если вы знаете электронную схему, которая... схему управления ракетой, вы знаете все её уязвимости, а существует же масса способов электронного противодействия. Там всё очень сложно устроено, эта конструкция гораздо сложнее автомобиля. И там, в общем-то, можно... Если вы знаете... Ну, понимаете, если вы знаете увязвимые места противника, куда ему бить, вы находитесь в гораздо лучшем положении, чем ваш противник, который... чем ваш противник, который этого не знает про вас. Хорошо, ещё один вопрос от наших зрителей. Система периметров. Это миф или реальность? Что об этом вообще известно? И как она работает? Это реальность, это система так называемого... Ну, система принятия... Система, точнее, отдачи команд при условии, если командный центр подвергся разрушению... Ой... Командная ракета, которая стартует и даёт команды при системе переведов, она, насколько мне известно, опять же, извините, из открытых источников и так далее, я не уверен в этом. Ну, говорят, это ракета УР-100 АН-ТТХ, вот та самая ракета Стилет, схема управления которой лежит на столе у американцев. Ну, так, в общем, на минуточку просто. То есть, условно говоря, когда Путин и там его генералы пугают, что если что, система периметра всех уничтожит, они тоже, получается, выдают желаемое за действительное, потому что система периметра может не сработать, в конце концов. Вероятность этого очень высока. Я бы не стал утверждать это со стопроцентной уверенностью, но вероятность этого очень высока. Ну и понимаете, даже если сработает система периметр, то, значит, не факт, что взлетят те ракеты, которым будет отдан приказ пуска. Во-вторых, ну, опять же, я не держал в своих руках документацию по системе периметра. Я могу только догадываться о определенных вещах. Понимаете, на самом деле, любой старт ядерной ракеты, он производится по системе нескольких ключей. То есть, один человек не может принять это решение. Это должно быть одновременно решение нескольких человек. Если есть система, которую можно включить, минуя вот эти вот решения, то, вообще говоря, получается, что системы двух ключей просто не существует. Поэтому я, в общем-то, сильно сомневаюсь, что такая система есть, потому что если вот есть в любом, в любое время есть возможность ее включить, то системы контроля за пуском ядерной ракеты ее просто не существует. Если человек, находящийся наверху, хочет это включить, он в любой момент включает систему периметра и начинает единолично управлять этот процесс. Но, значит, скорее всего, этого на практике нет. Скорее всего, система периметра, она все-таки тоже включается как-то несколькими людьми и имеет какие-то степени защиты против этого. Поэтому я думаю, что все это, в общем-то, некий блеф, что ли. Или блеф, или незнание, понимаете, как в случае генерала Бесседы. А на ваш взгляд, вот если мы говорим о ядерных зарядах, ну вот там есть водородные бомбы, есть классические ядерные заряды, вот в чем отличие? И еще, сразу добавлю к этому вопросу еще один, вот Путин говорил, у нас есть что-то такое, чего нет ни у кого. Ну и, конечно, намекая на ядерное оружие, какой потенциал вообще существует, вот если просто порассуждать, вот о чем он может говорить, что есть еще в линейке ядерных зарядов, что вот может впечатлить кого-то, например, американцы. Не понимаю, что там может впечатлить кого-то, потому что это все, в общем-то, ну для профессионалов давно известно. И мне кажется, что это, знаете, такой, ну вот, вот у меня в руке такая дубина, такая дубина, что никто такой дубины никогда не видел, а не имел. Ну а на самом деле там, в общем-то, ничего нет. Ну понимаете, вот это вот, если вы имеете в виду, например, подводная лодка «Посейдон», ну разрабатывались в свое время такие устройства, и, ну опять же, это все, подводные лодки сейчас очень хорошо отслеживаются. Есть системы, системы отслеживания по аномалиям, и другие системы, я не буду вдаваться в детали, вы это можете отследить, если захотите. И, насколько я знаю, у американцев такие системы есть. Вот. И, ну, по-моему, по-моему, опять же, самое вероятное, то, что случится ситуация, как случилось, извините, с нашей армией в Украине, ну, когда произошло то, что произошло. Еще один вид оружия, вы как раз специалист по лазерам, это то, что Путин называл пересветом, лазерное оружие, насколько у российской армии развиты эти технологии, и что может сегодня ядерное оружие, насколько это разрушительное средство? Лазерное или ядерное? Ядерное может много. Лазерное. Я как раз здесь про лазеры, переключился, поскольку лазеры – это ваша специализация, в том числе. И Путин говорил про пересвет, если не ошибаюсь, у него есть. Слушайте, честно говоря, если такое что-то было, это мимо меня прошло, я не знаю, где это разрабатывалось. Вот. А что касается лазерного оружия, то как оружие, ну, это, в общем-то, скорее легенда, чем реально существующие вещи, понимаете. Лазерные системы наведения, лазерные гироскопы, ну, скорее, вот эти вот вещи, они реально работают, это очень серьезные вещи. Лазерные системы в свое время были обработки информации, ну, вот, они тоже давали большие возможности, правда, потом это направление, оно, насколько я понимаю, закрылось. Вот. Но лазерного оружия для поражения противника, которое могло бы сравниться с ядерным оружием, его просто не существует, потому что несоизмеримые вещи. Ну, делались какие-то, так сказать, боевые лазеры для... В основном, чем они, чем эти разработки определялись? Лазерное оружие, оно безинерционное, оно не иммерционное, то есть вы, вам, вы навели луч на цель, и она, если у вас хорошая энергия луча, она мгновенно уничтожилась, она, ей не надо, как ротеть, и петлять, от нее нельзя уйти, от этого луча, то есть это гарантированное сбитие. Но, во-первых, такие большие лазеры, это, извините, с собой надо электростанцию возить, а этого никто делать не будет на поле боя. Ну, а во-вторых, они довольно уязвимы, это же, в общем-то, оптическая конструкция, там, зеркала, там, в общем-то, очень чувствительные элементы. Нет, я не знаю таких, я не знаю реально работающих и реально существующих ладерных систем, которые обеспечивают поражение более-менее значительных целей. Не у нас, не у них. Да, в завершение нашего включения тут наши зрители как раз тоже спрашивают, нужно ли готовиться к ядерной войне, как готовиться к ядерной войне, вот что вы могли бы посоветовать, как человек, который разбирается в этой теме? Или просто ждать, вот так, как будет, так будет? Слушайте, хороший вопрос. Ну, как бы, как вести себя в убежище и как защищаться от поражающих факторов ядерного взрыва, это есть в любом руководстве гражданской обороны, ну, понимаете, вот лучше не надо. Это, ну, действительно, лучше не надо. Если вы когда-нибудь бы сталкивались с тем, даже с грязной бомбой вообще не надо. Когда это происходит вот в действительности, в реальности, это, ну, скажем так, немного более страшно, чем когда вы про это читаете. Ну что ж, будем надеяться, что этого не случится. Мы благодарим вас за то, что нашли время и вышли в наш эфир. Кандидат физико-математических наук Владимир Марахонов был с нами на прямой связи сегодня. Спасибо вам и всего доброго. Спасибо вам. Спасибо вам.